Телеканал КРТ представляет Например, в Великобритании зафиксированы уже три случая поджога сотовых вышек с 5G-связью. В многотысячных группах в социальных сетях утверждают, что коронавирус появился в китайском городе Ухань, потому что там недавно запустили 5G. А теперь вирус распространяется во всех городах, в которых есть 5G. Да я и сам, наткнувшись на новость, в зоопарке Нью-Йорка коронавирус подхватила тигрица Надя, подозревают смотрителя, так и побоялся прочитать, каким образом она его подхватила. В то же время Китай, судя по всему, уже выходит из эпидемии и отказывается от ограничительных мер. В ряде европейских стран, похоже, наступил перелом к лучшему, а вот в США COVID-19 продолжает собирать свою скорбную жаду. На момент выхода программы количество заразившихся, скорее всего, преодолеет рубеж в 400 тысяч, а умерших в 10 тысяч. Однако, благодаря своей харизме, Дональду Трампу удается сохранить небольшой перевес тех, кто считает его деятельность по борьбе с эпидемией позитивной, над носителями негативных оценок. А благодаря триллионным раздачам денег, абсолютное большинство американцев по-прежнему поддерживает экономическую политику президента. И общая оценка деятельности Трампа по-прежнему находится на рекордных величинах в районе 46-47% одобрения, всего на 2-3% уступая числу недовольных. Однако, объективные экономические показатели, в отличие от биржевых, залитых рекордными финансовыми потоками от ФРС, весьма тревожны. Так, со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, влиятельнейшая The Wall Street Journal утверждает, что меры по борьбе с распространением коронавируса, предпринимаемые федеральными властями и правительствами штатов, парализовали более четверти экономики США. По оценке агентства, в результате карантинов и прочих ограничительных мер, падение дневного ВВП США составило 29% по сравнению с ситуацией до введения карантинных мер в начале марта, или примерно 20 миллиардов в день. Один только штат Калифорния теряет по 31,5% дневного ВВП, что составляет 2,8 миллиарда долларов. Понятно, что на таком фоне Дональд Трамп пытается сделать упор на готовность американской медицины к коронавирусу, вопреки противоположным заявлениям оппонентов. Так, в достаточно тяжелом состоянии находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с диагнозом коронавирус находится в отделении интенсивной терапии. По сообщению The Guardian, в рамках курса лечения он проходит кислородную терапию, однако искусственная вентиляция легких ему не требует. И Дональд Трамп не только пожелал выздоровления своему союзнику, но и предложил медицинскую помощь в лечении британского премьер-министра. Как сообщает все та же Guardian, Трамп встречался по этому вопросу с американскими фармацевтическими компаниями и направил в Лондон группу медиков. Но я бы на месте лечащих врачей Бориса Джонсона проявил бы бдительность, так как свою беседу Дональд Трамп провел с главами компании, которые разрабатывают экспериментальные препараты против коронавируса. Так что Джонсон может оказать либо неоценимую услугу всему человечеству, если экспериментальный препарат подействует положительно, либо внести свой вклад в науку по принципу «отрицательный результат – тоже результат». The Guardian бесстрастно уточняет, что Трамп последовательно продвигает противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином, как изменяющий ход борьбы с коронавирусом. А вот информационное агентство Reuters, опираясь на информированные источники, утверждает, что президент США лобирует непроверенное лекарство от вируса, оказывая давление на санитарные власти для того, чтобы быстрее выпустить на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса. При этом препарат не прошел необходимые тесты. Сатирик Энди Боровиц из издания «The New Yorker», традиционно иронизирующий над Дональдом Трампом, на этот раз разродился фильетоном «Трамп рассчитывает на Нобелевскую премию по медицине». Цитата. «По словам Трампа, Нобелевка у него в кармане, благодаря его новаторскому применению гидроксихлорохина. Я столько говорил о гидроксихлорохине, что люди решили, что я его изобрел», – заявил Трамп. А изобретателем таких лекарств полагается Нобелевская премия. Президент подчеркнул, что отсутствие у него медицинского образования не мешает ему ее получить. Наоборот, заметил он, тот факт, что я не врач, делает мои медицинские достижения еще более впечатляющими. По словам Трампа, он надеется, что Нобелевский комитет справедливее распределяет премии по медицине, чем премии мира. «Я миротворец, я великий миротворец, и где моя премия мира?» – спросил Трамп. «Если мне и премию по медицине не дадут, значит, там сидят одни мошенники». Конец цитаты. Впрочем, любые аналогии в отношении Дональда Трампа крайне рискованы. Например, решение о коммерческом освоении ресурсов Луны – это не стёб сатирика, а реальный указ, или точнее исполнительный ордер, подписанный президентом США 6 апреля и размещенный на официальном сайте Белого дома. Однако, пока Ройтерс констатировал, а Нью-Йоркер зубоскалил, «Зе Нью-Йорк Тайм» раскопал. Оказывается, продвижение Дональдом Фёдоровичем гидроксихлорохина связано не только с его Дон Кихотской по Сервантесу борьбой с коронавирусом, но и вполне Шейлоковской по Шекспиру жаждой наживы. Дело в том, что Трамп имеет личный финансовый интерес в компании «Санофи» – французском фармацевтическом предприятии, которое производит «Плакенил» – фирменную версию гидроксихлорохина. Крупнейшие акционеры «Санофи» включают «Фишер Ассет Менеджмент» – инвестиционную компанию, управляемую Кеном Фишером, главным донором республиканцев, включая компанию Дональда Трампа. Еще одним инвестором в «Санофи» является «Инвеско» – фонд, которым до назначения на должность министра торговли управлял Уилбур Рос. Впрочем, в защиту Дональда Фёдоровича можно упомянуть тот факт, что, согласно оценке экспертов журнала «Форбс», из-за карантинных мер бизнес-президента США уже потерял миллиард долларов. Ну и в завершении темы о политической составляющей COVID-19 в США, будет несправедливо не раскрыть тему «А что там в головах у республиканских активистов». В конце концов, ведь демократам мы регулярно воздаем должное за их либерализм, чтобы их детей лечила Ульяна Супрун. Так вот, в одном из оплотов вульгарного консерватизма, издании «The American Sinker» в переводе «Американский мыслитель» – блин. 25 марта появился материал под названием «Политическая структура жертв коронавируса». В нем автор со статистическими данными, диаграммами, а также пеной у рта доказывает, что на каждого зараженного коронавирусом в штатах, управляемых республиканцами, приходится более четырех случаев коронавируса в штатах, управляемых демократами. Например, соотношение на 24 марта 2020 года составило 83% против 17%. При этом автор особо оговаривает, что речь идет не об абсолютных, а относительных числах, то есть сравнивается количество зараженных в различных штатах, деленное на численность населения этих штатов. Такое же соотношение и между относительной численностью умерших. При этом численность населения, проживающего в штатах, управляемых демократами и республиканцами, на начало 2020 года распределено как 54% к 46%. Дальнейшая статья сводится к метаниям автора между попытками разумно объяснить этот феномен и желанием дать понять, что убивают не столько темная сила коронавируса, сколько пагубная власть демократических губернаторов. При этом автор указывает, что эпидемии гриппа последних лет давали соотношение, близкое к указанному соотношению населения, проживающего в синих и красных штатах. Далее автор почти вплотную подходит к ответу на вопрос, сообщая, что без штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси соотношение заболевших составляет 57% в демократических штатах против 43% в республиканских, что примерно соответствует долям населения. Но далее вновь уходит в рассуждение о влиянии партийной принадлежности губернаторов. А ведь на самом деле Ларчик просто открывался. Синие, то есть демократические штаты, намного более урбанизированы, нежели красные, республиканские, что предполагает в разы большее количество социальных контактов, способствующих распространению коронавируса. Кроме того, синие штаты в абсолютном большинстве находятся на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях, и там расположены крупнейшие аэропорты, осуществляющие связь США со всем миром. Впрочем, автор статьи Гарри Гиндлер, наш бывший соотечественник, и статью он, скорее всего, писал с партийной ненавистью к демократам, возможно, даже напевая, «И летели на земь демократы под напором стали и огня». С другой стороны, даже в самом ангажированном материале может содержаться немалая доля объективности. Так, губернатор штата Висконсин, демократ Тони Эверс, принял вполне разумное решение о переносе праймерис на 9 июня в связи с пандемией коронавируса. Тем более, что ранее в 15 штатах, а также на ассоциированной территории Пуэта-Рика, были приняты решения о переносе первичных выборов, либо замене их голосованием по почте. Однако, состоящий преимущественно из демократов, Верховный суд Висконсина принял мудрое, с точки зрения коронавируса, решение, признав, что губернатор превысил свои полномочия, и праймерис должно состояться именно 7 апреля. В результате сотни тысяч жителей Висконсина потянулись на избирательные участки, чтобы распределить 84 мандата на предвыборный съезд демократической партии между Джо Байденом и Берни Сандерсом, а заодно лишний раз поддержать статистику распределения заболеваемости COVID-19 в соответствии с партийностью губернатора штата. Хотя в данном случае демократ Тони Эверс ни при чем.